Всем привет! Это Аня Макошин! И как вы думаете, откуда я вам ищу? Прямо! С таинственных зарослей Фейхуа! Вот они, мои красавчики! В этом году они созрели так рано, мы не ожидали, пока не приехала в Сочи, даже и не знала, что они у нас здесь растут. Вот такая вот я. Всю жизнь жила и думала, что Фейхуа это какой-то дикий заморский фрукт, который надо ехать как минимум в Новую Зеландию, чтобы попробовать. Представляете, как бывает? Фейхуа очень любит, когда их садят густо. Этим деревьям лет 20. Так вот выглядят плоды. Вот такое здоровенное у меня ведро. В общем, буду собирать. Хочу в этом году закрыть много компота. В том году не закрывали, как оказалось зря, потому что компот из Фейхуа это божественно. Тем более, в этом году прям настолько хороший урожай Фейхуа. Я не могу спокойно смотреть, как добро пропадает. Я лучше кому-то подарю, чем оставлю это все сгнивать. Вкусно тише, ребят. За ними особо никакого ухода тоже не надо. Растут себе и растут. Посади поглубже их и все, и забудь. Вот эти все заросли, видите, один за одним. Радуясь ее может быть двух метров. Через два метра посажены эти деревья. Как густой полосой они зимой и летом одним цветом зеленой. Так вот дын-дын-дын. Трухану. Вот. Все, что упало, все надо собрать. И все в компот. Компот значит делать нужно так. Это все меня учат местные, местные соседки, которые всю жизнь этим занимаются. Фейхуа делается либо просто чисто ягоды, либо с мандаринами, либо с лимонами. Так как мандарины здесь тоже свои, лимонами. Лимонами тоже свои. Фейхуа. Глядь, за меня сейчас прибьет. Заголовок на завтра в газетах. Погибла под дождем из Фейхуа. Известный блогер сочинский Аня Макоши погибла под ливневым дождем из Фейхуа. Трагедия. Шок, сенсация. Нет, надеюсь, со мной будет все хорошо. Я еще хочу закрыть чудное 20-литровое ведро. Думаю, хватит, Жень. Все равно это надо все обрабатывать до завтра. Не успеем. Будем постепенно набирать и делать. Потому что иногда нахлапаешься, а потом разберешься, что с этим делать дальше. Идем домой. Каждый плод Фейхуа я с двух сторон отрезаю хвостики, укладываю, потом промою, в очищенные стерильные банки уложу и дальше вам покажу, что будет. Подготовила банки. Сегодня у меня вышло 10 трехлитровых. И вот три баночки, одна полуторалитровая или все три полуторалитровые. Надо будет покупать для следующего раза, потому что 10 банок компота это для нашей семьи очень мало. Примастила их рядом с моим любимым дегидратором, в котором, кстати говоря, сейчас я буду ставить яблочную пастилу. Помыла с добавлением соды без очистящих средств. Сода дополнительно обеззараживает, плюс все лучше гораздо смывает, не оставляя пленки и остатков химических средств. По рецепту в каждую банку нужно где-то 30 плодов. Если больше, то ничего страшного, главное, чтобы не меньше, потому что концентрированный компот вы легко можете разбавить, а недонасыщенный уже не исправить. Решила часть сделать с мандаринами. Примерно по две мандарины в одну банку. Подготовила я банки вместе уже с сахаром. Закипет вода, буду закатывать. К сожалению, уже у нас ночь, я только освободилась, поэтому картинка нечеткая. Ну, надеюсь, вам понятно будет. На трехлитровую банку нужно 220 грамм сахара. Вроде как много, но мало я класть боюсь, чтобы не взорвалось. Если мне будет сладко, в принципе, это несложно разбавить водой. 30 штук фейхуа на трехлитровую банку, 2 мандарины и 220 грамм сахара. Остальное кипяток и банки. Вроде как, все предельно просто и легко, сложно запутаться. Итак, после того, как компот залили кипятком, закутали очень плотно полотенцами, куртками и всем, что только можно, чтобы оно подольше сохраняло тепло, и оставила я его на два дня, чтобы оно спокойно так остывало, настаивалось. Судя по всему, все прошло как надо. По крайней мере, компот имеет такой вид, какой я от него ожидала и какой меня угощали мои соседки. Пришли вам креативно показать то, что у нас получилось. Очень символично компоты с фейхуа на фоне зарослей фейхуа, которых в этом сезоне у нас огромное количество для любых экспериментов. Спасибо за просмотр. Если сделаете по нашему рецепту, напишите, насколько вам понравилось. Либо если у вас есть еще рецепт, тоже буду рада услышать. Мы всегда рады продегустировать что-то новое, интересное. Всем здоровья и пока подписывайтесь на наш канал!